Недавно общался с однокурсником, и вот он рассказывал, как общался, получается, с другим моим однокурсником, который жаловался на жизнь. Вот он рассказывал, какого хрена там Тарасу так повезло, вроде бы все в общаге были равны, а вот сейчас он миллионер, почему так? Почему так? Почему так, ребята? Разве дело в каком-то везении? Разве дело в везении? Все дело в выборе. Все дело в выборе. Ваш успех – это выбор. Я просто выбрал такую жизнь. Если бы он выбрал такую жизнь, он тоже бы стал миллионером. Он выбрал ходить на работу каждый день. Я выбрал другое. Я выбрал сидеть на съемной квартире и по 10-15 часов работать над своим делом каждый день. Вот какой я сделал выбор. Он сделал выбор в пользу сериалов. Посмотрел там все сезоны, самых топовых сериалов. Каждый день он тратит 3 часа там условно на сериал. Я сделал выбор в пользу книг. Каждый день я тратил там по пару часов на книги. Вот и все. Вот и все. Все дело в выборе. Я выбрал одно, он выбрал другое. И вот проходит месяц там, полгода, год, да, ничего не меняется. Ничего не меняется, мы на одном и том же уровне. Проходит 2 года, уже начинает что-то меняться. Проходит 3 года, все, я долларовый миллионер, он продолжает ходить на работу. Изменится что-то у него в жизни, ничего не изменится. Он достигнет успеха? Нет, не достигнет. Какой смысл тогда об этом говорить? Какой смысл жаловаться? Он выбрал такую жизнь. Конечно, если бы он приходил с работы и уделял 2 часа там, даже полчаса в день уделял своему любимому делу, каждый день бы он уделял, тогда возможно. А так, ну ничего не изменится. Я уже говорил, да, на работе работают, становятся богатыми в свободное от работы время. Ничего не изменится, если делать все то же самое, если ходить, продолжать на работу и надеяться на какое-то чудо. Ну, конечно же, ни хрена не изменится. Давайте я вам расскажу свой распорядок дня, да, как я начинал, как я жил, как я тогда жил. Просыпался я в 2-3 часа дня. В 3 часа дня вот я просыпаюсь, дальше идут мантры, аффирмации, зарядка, пошел на кухню, приготовил что-то там похавать. Сел за комп, работаю. Работаю там до 10 вечера. В 10-11 условно иду на кухню, что-то себе готовлю, приношу все это за компьютер, включаю что-то полезное, смотрю там до часу ночи. И сейчас опять работаю там до 5, до 7, до 8 утра. Как когда, если, ну, напряжно работать, да, там, работаю до 3 часов, там, с 3 до 5, слушаю аудиокнигу или читаю книгу, потом схватил какой-то инсайт, опять сажусь за комп, записываю и опять продолжаю работать. До 7 там работаю, ложусь спать, в 3 часа дня опять просыпаюсь. Вот, вот вам распорядок дня, вот вам, да, режим, режим миллионера, вот такой вот режим был у меня. Один раз в 3 дня я ходил на стадион, я занимался, я разрабатывал руку, я тогда сломал руку, она у меня не сгибалась, и вот я разрабатывал руку, занимался через боль. После стадиона я заходил в супермаркет, покупал еду и вот опять 2 дня не выходил из дому, сидел за компом. Вот и все, и так я жил, и так каждый божий день, ребята, вот и все. Вот вам мой выбор, я выбрал такую жизнь, я каждый день уделял очень много часов своему делу. Что изменилось сейчас? Ну, по сути, ничего. Я также уделяю своему делу очень много часов, конечно же, может не 10, не 15 часов, может быть 5 часов, да, я сейчас работаю в день. В какие-то дни, может быть, вообще там по пару часов, да, сейчас у меня семья, сейчас, ну, какие-то там поездки, какие-то встречи, а так, по сути, ничего не изменилось. Я как уделял своему делу время каждый день, так и сейчас это делаю. Просто тогда, ну, ты живешь один на съемной квартире, у тебя ничего нет, и, понятное дело, у тебя полно времени. И ты каждый день во все это погружаешься, погружаешься во все процессы, вот во все процессы, да, когда ты начинаешь, и у тебя ничего нет, нет команды, ты сам все делаешь. А сейчас, ну, я занимаюсь уже другой, понятное дело, деятельностью, сейчас я много общаюсь, сейчас я, можно сказать, занимаюсь организационной деятельностью, ну, и выхожу постепенно со всякой там операционки. Просто раньше многие мне писали, там, расскажи о своем дне, да и сейчас пишут, да, ну, ребята, ну, какой может быть мой день? Я работаю над своим делом, я кайфую от этого, проснулся, поработал, сходили, да, с любимой, там, прогулялись на набережную, вот сейчас 3 часа ночи и записываю для вас видео. Вот и все. Вот общался с человеком, общался с подписчиками, пришла мысль, я в телефон зашел, голосовой себе записал, чтобы не забыть эту мысль, пришел и вот записал для вас ролик. В общем, друзья, нет никакой магии, если вы будете столько же уделять своему любимому делу времени, вы тоже добьетесь успеха. Нет никакого везения, нет никакого везения. Смотрите, да, я в этом деле, я занимаюсь своим делом 10 лет. 10 лет, представляете? В какие-то дни, да, я уделял 10 часов, 15, ну, в какие-то дни и несколько часов. Там, когда я начинал, условно, в 13-м году, ну, может быть, я, там, час уделял своему делу, да, может быть, там, полчаса в день. И вот я делаю это на протяжении 10 лет. Давайте просто посчитаем. Возьмем 10 лет и умножим на 365 дней. Получается 3650 дней. И умножим на, ну, давайте возьмем среднее значение, на 4 часа. Получается 14 тысяч, там, с чем-то, около 15 тысяч часов я потратил на свое дело. 15 тысяч часов, ребята. Невозможно не добиться успеха. Я уже это повторял. Невозможно не добиться успеха. Знаете, есть правило про 10 тысяч часов. Если ты потратишь на какое-то дело 10 тысяч часов, ты станешь экспертом. Неважно, какое это дело. Рисование, там, плавание, теннис, инвестиции, в общем, что угодно. Вот если ты будешь, условно, 10 тысяч часов лобать на гитаре, ты будешь таким экспертом. Ты будешь настолько круто это делать. И когда мне кто-то, там, из подписчиков, да, жалуется и говорит, Блин, вот не могу я в своем деле добиться успеха. И я ему говорю, а сколько часов ты потратил? Сколько часов ты потратил? А оказывается, там нету и 500 часов, и тысячи часов нету. А если у вас нету тысячи часов или даже двух тысяч, это мало. Это очень мало, ребята. Это очень мало. Будет у вас 5 тысяч, 10 тысяч, вы по-любому добьетесь успеха. Все мега просто. Короче, ребята, не нужно ничего усложнять, все намного проще, чем кажется. Я вам рассказываю все со своего опыта. Знаете, раньше вот я вам говорил, да, что не было вот таких каналов, да, когда вот миллионер рассказывает о своем пути. Вот просто делится своим опытом. И вот тогда мне таких каналов не хватало, и поэтому я сейчас этим занимаюсь. Я сейчас делюсь, да, своим опытом. Ребята, я простой человек, я не какой-то там правильный, да. Я раньше там бухал, тусовался, у меня нету режима, да. И не хочу вот перед вами показаться каким-то правильным. Тарас, вот у тебя, наверное, режим. Вот ты там просыпаешься в 7 утра, потом идешь на пробежку. Нет, ребята, нет. Вот сейчас, да, 3 часа ночи я записываю ролик. Конечно же, я хочу прийти к режиму. Это было бы намного лучше для меня. Но важно понимать, что самое главное – постоянство усилий. Режим – это ты вот с 6 до 7 условно бегаешь каждый день. А постоянство усилий – это ты бегаешь каждый день, но не с 6 до 7. А в любое время главное это делать, главное не пропускать. Вот в чем разница, да, между постоянством усилий и режимом. Конечно же, режим – это круто. Если ты научишься управлять режимом, вот видите, я еще не такой прокачанный, не такой крутой, чтобы, да. Вот жена у меня в этом плане молодец. У нее есть режим, у нее все четко по графику, она хорошо себя чувствует. Да, я в каких-то моментах не всегда хорошо себя чувствую, когда там просыпаюсь в 3 часа дня, когда много работаю. Но вот когда я работаю ночью, у меня такие инсайты, ребята, приходят, когда я работаю. Ночью все самые крутые идеи, самые крутые ролики, они рождались, когда я ночью работал. Вот так у меня. Но самое здесь главное что? Я уже повторял, самое главное во всем этом деле, во всем режиме, во всем богатстве, во всем-всем. Самое главное – быть счастливым. Если у тебя куча денег, но ты несчастный, нужно задуматься, потому что зачем тогда жить? Зачем тогда жить и зачем ты вот зарабатываешь деньги? Зачем ты каждый день выходишь на пробежку с 6 до 7, потом занимаешься там в зале, у тебя идеальное тело, и ты, блин, несчастлив? Ну, это все до одного места. Главное здесь – быть счастливым. Вот и все. В общем, ребята, на этом прощаюсь. Больше пользы у меня в закрытом канале. Там я делюсь тем, чем не делюсь на YouTube. Там у меня есть закрытые ролики, там своего рода менторство. Если вам интересно, добавляйтесь, вторая ссылка в описании. Если вам зашло это видео, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всех люблю, целую, пока. Главное в YouTube – это постоянство. Блин, вот просто ставите себе цель записывать по 3 видоса на неделю, делаете это на протяжении 3 лет, пожалуйста, вы сможете забрать вот такую вот кнопку. Я посмотрел когда-то видос инстардинга, и он такой говорит. Вот, вы будете снимать регулярно видеоролики, если вы не добьетесь результатов за 4 года, я вам заплачу 10 тысяч долларов. Если вы прямо сейчас начнете и не добьетесь успеха, я каждому из вас дам по 10 тысяч баксов. Серьезно. Это меня реально очень сильно смотивировало, и я просто думаю, ну, даже если не добьюсь результатов, то заработаю там 10 тысяч долларов. Но, как видите, все работает, и реально просто из-за постоянства можно добиваться этих самых целей. Я делал 5 стримов на неделю и 3 ролика на неделю. Я делал 8, грубо говоря, видосов на неделю. Покажите мне человека, который тоже делает 8 видеороликов на неделю. Я делал 5 стримов на неделю. И я делал 5 стримов на неделю.